МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Журналисты своего ТВ продолжают работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. Как край поддержит бизнесменов в новой экономической реальности? Озвучим целый список инициатив. Фура за фурой Ставрополье продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Мамы, девушки и жены в Ставрополе выбрали женщину года, кто стал лучшей. И как растят самые весенние праздничные цветы? Мы побывали в теплице с тюльпанами. Мы начинаем выпуск. Сотрудники гидрометцентра рекомендуют в ближайшие дни быть очень внимательными. Объявлено штормовое предупреждение. Ветреная погода сохраняется почти во всех территориях края. Порывы достигают 25 метров в секунду. В столице региона ограничили работы на высоте и открытом воздухе. Спасатели и коммунальщики восстанавливают электроэнергию, поврежденную кровлю, поднимают упавшие заборы, вывозят обломанные ветки и деревья. По сообщению ГИБДД, движение на востоке края ограничило пыльное буря. Видимость на дорогах нулевая. Особенно сложная ситуация в Левокумском и Новоселецком округах. По возможности отмените поездки, либо будьте крайне внимательны. Подробный прогноз погоды в конце выпуска не пропустите. Другим темам. На Ставрополье создан региональный штаб по вопросам поддержки бизнеса. Он будет заниматься разработкой мер государственной помощи предпринимателям в условиях санкций. Первое совещание прошло в краевом правительстве. За одним столом встретились бизнесмены, общественники и представители кабинета министров. Губернатор Владимиров заверил деловые круги в том, что регион поддержит коммерческий сектор и конкретные решения уже есть. Экономические связи, разрушающиеся, пытаемся договариваться с партнерами с Азиатско-Тихоокеанского региона или же с содействием бизнесу для того, чтобы через третьи страны были необходимые товары поставлены в этот вопрос. Таможня, налоговая инспекция. Сегодня мы пытаемся вместе с вами, так же, как в начале коронавируса, даже в большей степени, чем в начале коронавируса, сесть в одну лодку, понять совместную проблематику и понять те механизмы, которые нам необходимо выработать. Губернатор также дал ряд установок краевым министерствам. В частности, он поручил изучить возможность декапитализации Краевого фонда развития промышленности, который выдает займы от 1 до 3%. Прорабатываются и другие меры поддержки ставропольских предприятий. Для себя мы определили основные направления движения, что мы должны сегодня в первую очередь сделать. Это, конечно же, кредитный механизм, это лизинг оборудования и техники, это обеспечение запасных частей и материалов, конечно же, это логистическая цепочка и таможенный механизм. А еще ставропольские аграрии смогут получить кредитные каникулы. О новых федеральных мерах поддержки бизнеса сообщило Краевое министерство сельского хозяйства. Итак, на субсидирование льготных кредитов для агрария в правительство России выделило дополнительные 5 миллиардов рублей. Несмотря на повышенные ключевые ставки Центробанка, это 20% сейчас, для агрария вплата останется не выше 5% годовых. Что касается кредитных каникул, то оформить их пока можно на срок с 1 марта до 31 мая. И, как сообщили в Минсельхозе, к концу недели банки одобрили уже 115 льготных агрозаймов для ставропольцев. Другим темам. Порядка 20 тонн гуманитарной помощи от жителей Ставрополя отправили в Белгородскую область. Фура с грузом выдвинулась из села Верхнерусского в логистический центр области. Отмечается, что продукция отвечает санитарным требованиям и имеет длительные сроки хранения. Благодарен всем организациям предприятия города Ставрополя, руководителям малого и среднего бизнеса, которые откликнулись и в кратчайшие сроки, буквально в течение трех дней, вот этот гуманитарный груз, он был собран. И вот сегодня мы, это первая машина, которую мы отправляем в Белгородскую область по поручению губернатора Ставропольского края. Везем также по потребности, созвонились с соседним субъектом. Белгородская область сказала, что там в первую очередь им нужна бытовая химия и продукты питания. Соответственно, здесь мука, макароны, крупы, рис с гречкой, бытовая химия, начиная от салфеток, заканчивая мыло, зубные пасты, зубные щетки, бутилированная вода. В Ставрополе работают четыре пункта по приему гуманитарки для беженцев. Помочь и принести необходимые товары туда могут не только представители торговых сетей, муниципальных и частных предприятий, но и все неравнодушные горожане. Скорбная новость. В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик погиб командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Константин Зизевский. Об этом у себя в Инстаграме сообщил глава невиномыска Михаил Мининков. Он написал, что Зизевский был замечательным человеком и верным товарищем. Его имя, наряду с остальными героями этой миротворческой операции, навсегда останется в истории нашей Родины и памяти ее граждан. Мои искренние соболезнования семье. Вечный покой и светлая память. Конец цитаты. Ну а теперь переходим к данным по коронавирусу. С инфекцией справились еще 498 ставропольцев. Общее число выздоровевших превысило 160 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимиров на своей странице в Инстаграме. За минувшие сутки плюс 552 заболевших. 9 человек скончались. Усилить защиту от вируса помогает вакцинация. Ну а теперь о происшествиях. 59-летнему жителю Левакумского округа поочередно позвонили двое под видом сотрудника банка и правоохранителя. Они сообщили, что кто-то пытается похитить деньги со счета собеседника. А чтобы защитить накопление, нужно обналичить средства и зачислить на якобы безопасный счет. Мужчина так и сделал, и тем самым лишился миллиона рублей. Злоумышленники в розыске. Другие происшествия в оперативной сводке. Залетный автоугонщик. 38-летний житель соседнего региона приехал на Ставрополье, чтобы похищать машины. Мужчина подбирал на парковках транспорт с простой сигнализацией, либо вообще без нее, вскрывал и перегонял за пределы края. А после перепродавал. Злоумышленнику удалось угнать 9 машин на общую сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело уже в суде. Сильный пожар. В Ставрополе на площади 200-летия загорелось кафе. Огонь охватил 70 квадратных метров помещения. На месте работали подразделения краевого МЧС. Как сообщили в ведомстве, погибших и пострадавших нет. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания и сумму ущерба. Охота на пьяных. С 5 по 9 марта инспекторы ГИБДД Ставрополя проводят операцию «нетрезвый водитель». Патрули будут дежурить круглосуточно на всех территориях края. Напомним, за такое нарушение грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. За повторное нетрезвое вождение грозит уже уголовное дело. Сумма штрафа в этом случае будет от 200 до 300 тысяч рублей, а также обязательные или принудительные работы, либо тюремный срок. Ну что ж, это была только первая часть выпуска, но далее еще немало интересного. Это новости на своем, и вот почему стоит остаться с нами. Мамы, девушки и жены в Ставрополе выбрали женщину года. Кто стал лучшей? Цветы, парфюмы и даже автомобили. Что ставропольские женщины хотят получить на 8 марта? Мы опросили прекрасных дам и их мужчин. Как растят самые весенние праздничные цветы? Мы побывали в теплице с тюльпанами. Об этом мы не только расскажем далее. Мы продолжаем выпуск. Многодетные семьи смогут получить льготу на транспортный налог и аренду земельных участков. Совершенствование системы соцподдержки обсудили во время рабочей встречи губернатор Владимир Владимиров и многодетные матери. Кроме того, в этом году примерно втрое увеличили краевые выплаты при награждении медалью «Материнская слава». А еще женщины, имеющие такую награду, смогут получить звание ветеран труда Ставрополья. К слову, в крае живут более 42 тысяч многодетных семей, где воспитываются свыше 143 тысяч детей. В канун 8 марта в Ставрополе наградили участниц конкурса «Женщина года». Праздник красоты, комплиментов и огромных достижений. Мамы и бизнес-леди, журналисты и волонтеры. С финалистками пообщалась и моя коллега Виктория Шкальная. А там имена лучших. Спортсменки и учителя, мамы и жены, кассиры и даже электрики. В канун 8 марта в Ставрополе наградили лауреатов и победителей конкурса «Женщина года». В 24-й раз на сцене краевой столицы собрались представительницы прекрасного пола, добившиеся успехов в самых разных сферах. Я мама двоих деток и четырех бизнесов. У меня детский центр, детский бассейн, транспортная компания. Я благодарна, в первую очередь, родителям, своей семье и своему коллективу, потому что они мне дают возможность реализовываться во всех направлениях. Победительниц выбирали в трех номинациях. Женщина-хранительница семейного очага, женщина на высоте и успешная молодость. Узнать имена финалисток, ведущим и гостям помогали дроны, голосовые помощники, QR-коды, звезды и даже доставщики. А можно просто? А вы 5-6 можете поставить, пожалуйста? Все, спасибо всем. С праздником, до свидания, спасибо. Сотни зрителей пришли поздравить своих конкурсанток. Группу поддержки приветствовали финалисток плакатами и бурными овациями. Поздравил участниц и глава Ставрополя Иван Ульянченко. Наши женщины, они состоятельные. Наши женщины, они трудолюбивые. Наши женщины, они очень женственные. Расширите мне сегодня от имени всех мужчин города Ставрополя поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Конечно, хочется пожелать вам здоровья, хочется пожелать всем мира и хочется пожелать всем большой-большой любви. Анастасия Шрамко представляла учителей Ставрополья и стала лучшей в номинации «Успешная молодость». Я чувствую, насколько наш край действительно творческий, какой у него огромный потенциал. Есть известные слова, учителями славится Россия. И вот я уверена, что учителя Ставропольского края принесут ему славу, эту сверенность, могу сказать, и своими руками, и руками детей, на которые мы очень воспитываем. Но несмотря на все титулы, победительница здесь – каждая женщина. Я мама пятерых детей. Хочу им сказать еще раз спасибо, потому что в этой номинации без них, без своей семьи, без своего супруга я бы, конечно, не победила. Ты чувствуешь себя не мамой с десятью, с пятью, с двумя, с тремя детьми. Ты чувствуешь себя какой-то принцессой. И это очень здорово. Я просто счастлива, что жюри оценила мой вклад и благодарила свою семью, мужа своего, который всегда идет рядом со мной. И, конечно же, своих ребят, которые сегодня пришли, меня поддержали. А с наступающим праздником всех женщин поздравляют Виктория Шкальная и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Также конкурсанток поздравил и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Он пожелал участницам достижения новых высот и настоящего женского счастья. Для мужчины, женщины счастье, это ее руки, потому что вы нас половину жизни на руках носите, а другую половину жизни в руках нас держите. Толкаете нас все время. Стараетесь нас как-то обрешевить. Глаза. Потому что когда ты смотришь в глаза мамы, ты успокаиваешься. Но когда-то тебе встречаются глаза, которые ты один раз увидел, и все же хочешь на них смотреть. Радость любой дамы к 8 марта получить тюльпаны. Ароматные букеты к женскому дню заполняют цветочные магазины. А мужчины буквально штурмуют прилавки в поисках подарка для любимых женщин. Но вот где выращивают эти самые, что ни на есть весенние растения. Из цветочного царства репортажа Мили Ибрагимовой. Миллион, миллион, миллион. Нет, не алых роз, тюльпанов. А вернее, 4 миллиона тюльпанов. Именно столько выращивают в теплице, расположенной в хуторе Новозеленчукском Кочубейского округа. Завораживающее зрелище открывается перед человеком, который случайно зайдет в это цветочное царство. 50 оттенков яркого и, конечно, невероятный аромат весны. Количество тюльпанов, которое мы выращиваем, хватит, чтобы охватить город. 200-300 тысяч населения и всем женщинам подарить. То есть у нас много тюльпанов, на самом деле, большое количество. В этом цветочном царстве к 8 марта у сотрудников все равно, что начинается битва за урожай. Время такое, сложное в ароматном бизнесе. Трудятся в режиме 24 на 7. Выращивают здесь тюльпаны по методу гидропоники и в грунте. Или, попросту говоря, в ящиках и на грядках. И чтобы на 8 марта мы, женщины, получили красоту, в теплице для этого прилагают немалые усилия. Потому что урожай, как и дамы, красивый, но капризный. Он очень чувствителен к изменениям температуры, влажности. Нужно постоянно контролировать рабочий раствор. То есть я хожу и измеряю, 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 слежу за динамикой, меняю растворы, концентрации. Так что это тоже нелегкий труд, который очень нервно. Чтобы к женскому дню подойти с тюльпановым запасом, тепличники высаживают луковицы за 3-4 месяца. А подготовку начинают еще раньше. Это нам нужно выбрать сорта, выбрать себе поставщиков, собрать предоплаты, найти деньги на этот посадочный материал. Договориться с ними по вопросам охлаждения луковицы, транспортировки, все это продумать. И только потом уже даже начинать. Здесь не только выращивают тюльпаны, но потом еще и сортируют. На ленте избавляют их от луковиц. В общем, приводят в праздничный вид. А потом охапки цветов идут на хранение в холодильник. Суть одна. Ниже температура, дождь полежит. Хранится он до месяца при плюс 3, плюс 3 градусов. Кстати, если тюльпаны в теплице выращивают с сентября по май, то лилии и хризантемы круглогодично. Так что вся эта красота ближе к празднику отправится заполнять цветочные магазины. Чтобы у мужчин, которые их покупают, был выбор, а у дам, которые их получают, был самый прекрасный весенний праздник. Ну а праздничное настроение уже получила Джамиля Абрагимова, Ставропольское телевидение. Тюльпанов много не бывает. 7 марта в 19.15 в эфире программы «Я не местный». Расскажем вам, как вырастить, собрать и упаковать праздничный букет. В магазинах ажиотажа в головах мужчин неразбериха. Как не забыть всех поздравить? И главный вопрос – что же дарить? Анастасия Зубрицкая выслушала пожелания прекрасной половины и решения мужчин. Ей слово. На календаре 5 марта. Повсюду продают цветы. Сейчас как раз спросим, активно ли покупают их ставропольские мужчины. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, ну как активно идет продажа? Конечно. Но мужчины пока что еще не активизировались. В основном девушки или на работу покупают поздравлять. Но мы надеемся, что к 8 марта все-таки активизируются все. А какой, по вашему мнению, самый лучший подарок? Хотелось бы, конечно, золото. Что бы хотели получить в подарок на 8 марта? Ой. Наверное, чтоб меня по телевизору показали. Покажем, обещаем. А еще что? Ну я даже не знаю. Всегда хорошо цветы получать. Кота второго хочу. Ничего себе. Ну а намечается вообще такой подарок? Ну не знаю, может быть, летом. Цветы. Машину. Ничего себе. Да. Есть предвестники того, что получится? Нет, даже не светит. Это я так фантазирую. Ну там цветочки, конфетки, как обычно такое. Ну духи. Ожидаются? Не знаю, только если сама себе подарю. Любовь и внимание. Просто, чтобы мне было здоровье. Все, больше ничего не хочу. Хорошие, дорогие духи. Ну хотя бы цветы. Для начала. А если уже брать основательно? Если брать основательно, ну хотелось бы что-нибудь, украшение какое-нибудь ювелирное. Пожелания женщин мы уже выслушали. Они очень даже разносторонние. А вот что же будут дарить все-таки наши мужчины, мы сейчас как раз и узнаем. Здравствуйте, молодой человек. Что вы будете дарить своим женщинам на 8 марта? Еще не придумал пока. Цветы обязательно. В первую очередь. Спасибо. Мужчина, а вы что будете дарить своим женщинам на 8 марта? Цветы. Как будете поздравлять своих женщин? Никак. Он не будет поздравлять его женщины на смене. Они работают. Вот будут цветы дарить. Да. А что еще? Будут целовать. Букетик куплю. Лучшим способом. Каким? Танец, акробатический тют, стихи. Цветами. Стол откроем и посидим. Немножко будем отдыхать. Цветы буду дарить. Своей девушкой, своей семьей. С улыбкой на лице. Одеяло им прикупили? Нет, я им торгую. У нее одеяло много. Так, не знаю, еще не думал, но... Или деньгами, или... В общем, решим вопрос, да. Девушке я бы купил... Я уже купил платье. Вот, надеюсь, ей понравится. Как? С цветами, радостно, с улыбкой. Женщин? Ну, цветами. И все. Ну, что-нибудь и сладко. Она любит такое. Цветы. В первую очередь, хорошие подарки от своего сердца. Искренне, из души. Духи, допустим. Цветы и радость. Цветы или торт буду дариться. Сами испечать? Нет, куплю. Ну, цветы, конечно же. Ну, изготовлю что-нибудь вкусное. Цветы. Ну, что-нибудь еще из бытовой техники. А, например? Ну, я не знаю даже. Ну, вообще, блендер хочу. Я, скорее всего, буду дарить маме, в первую очередь. Маме, сестре. Ну, думаю, что, скорее всего, телефон подарю. Побежали запасаться подарками Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. К другим темам. В Пятигорске благоустроят Пушкинский сквер. Общественному пространству сохранят исторический облик. В порядок приведут тротуары, отремонтируют уличное освещение и установят малые архитектурные формы. Работы пройдут по госпрограмме развития СКФО. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В селе Красногвардейском завершился капремонт районной поликлиники. Там заменили кровлю, обновили фасад, помещения и коммунальные сети. Медучреждения оснастили современной мебелью, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы провели в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в Шпаковском округе обновят трассу, которая соединяет Михайловский Пелагиаду. Специалисты отремонтируют 6-километровый участок. Там постелят новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Невиномыске продолжается благоустройство бульвара мира. На территории общественного пространства установят детские спортивные площадки, светодиодные инсталляции и малые архитектурные формы, сообщили в администрации промышленной столицы региона. Также обустроят фонтаны, беседки, освещение и уложат тротуарную плитку. Работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тем временем Ставропольских активистов объединила акция «За мир» и даже не помешал сильный ветер. Погода не остановила желающих морально поддержать российских военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Водители выстроили из автомобилей фигуру в виде буквы «З», а после устроили автопробег по городу Стриколором. Во время автопробега к участникам акции присоединились и другие водители. Маршрут прошел по главным улицам Ставрополя и завершился на Владимирской площади. Более 40 автомобилей нам сегодня удалось собрать, несмотря на погоду, несмотря на то, что рабочий день. То есть люди все равно вырвались, приехали, чтобы поучаствовать. В любой ситуации надо поддерживать своих ребят, которые отстаивают интересы нашего государства. Причем в том формате, в котором это происходит. То есть действительно стараются по-доброму относиться. Много гуманитарной помощи местному населению. Ну что ж, теперь настало время для новостей спорта. И в студии наш обозреватель Герман Кудеяров. Привет, Никита. Привет, Герман. Ну, со спортом сейчас, конечно, ситуация непростая. Что думаешь? Ну, по-другому действительно и не скажешь, потому что нашим спортсменам, россиянам запрещают участвовать практически везде. То есть уже запретили в международных турнирах участвовать футболистам, баскетболистам, гонболистам, хоккеистам и даже боксерам. И на футболе, между прочим, не остановились. И об этом далее. Тем временем, санкции против российского футбола продолжаются. РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации Европейских профессиональных футбольных лиг. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации. В ее состав Российская премьер-лига входила с 2007-го. А футбольную национальную лигу приняли спустя 4 года. АФЛ защищает интересы лиг, помогает в обмене информации и участвует в прочих вопросах. Например, организует выставки, семинары и конференции. При этом Ассоциация не принимает никаких решений. Они лежат на ФИФА и УЕФА, которые, в свою очередь, и отстранили российские команды от участия в международных турнирах. Российский футбольный союз собирается оспорить все решения и потребует восстановить свои права. В РФС считают, что решение о снятии национальной сборной с квалификации к чемпионату мира принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игры. Отстранение российских команд прокомментировал директор футбольного клуба «Динамо Ставрополь» Андрей Стешко. Я считаю, что санкции – повод проанализировать ситуацию, понять, что не так в нашем футболе, сделать выводы и с новыми силами вернуться на международную арену. Конечно, изоляция скажется на наших позициях. В таких условиях сложно прогрессировать. Мы должны излечь из ситуации максимальную пользу. Например, переосмыслить уровень зарплат в топ-клубах. Уже уезжают многие дорогостоящие иностранцы. Но зато это даст толчок для развития своих кадров. А в «Динамо», как шла работа по развитию молодежного футбола, так и будет продолжаться. А в Старом Осколе завершилось первенство России по тяжелой атлетике. Ставропольцы привезли в регион три медали. Чемпионкой в категории 13-15 лет стала Диана Пшунова из Невиномыска. Штангистка из станицы Есентухской предгорного округа Дарья Чернова завоевала серебро в весе до 64 килограммов. И еще второе место в категории до 102 килограммов в старшем возрасте занял Алексей Гужвеев из Буденновска. Никита? Ты знаешь, Герман, все равно радостно, что, несмотря на все ограничения, наши спортсмены продолжают работать, готовятся выступать. И мне кажется, очень сильно им нужна сейчас наша поддержка. Да, разумеется. Тем более, как ни крути, продолжаются российский национальный чемпионат. И, кстати говоря, на выходных женский баскетбольный клуб «Ставропольчанка» проведет свои два матча в Ставрополе в рамках женской баскетбольной суперлиги. Будем поддерживать, будем болеть. И, пользуясь случаем, всех девушек поздравляем с предстоящими праздниками с 8 марта. Да, у наших девчонок все получится. Будем верить. А мне все. Пока. Спасибо большое. Это был Герман Кудьяров с новостями спорта. И идем далее. Спецоперация на Украине. А были ли иные варианты? Эксклюзивное интервью с генералом службы внешней разведки нашей страны в специальном выпуске проекта «Обозрение». Сегодня в 20.00 в эфире своего ТВ. Не переключайте. Ну и напоследок хочется поздравить дорогих женщин с наступающим праздником весны. Вы самые лучшие, самые любимые и самые родные. Те, что делают нашу жизнь краше и интереснее. Будьте всегда в окружении близких. Особенно в это непростое время. Вся мужская часть коллектива своего ТВ от всей души поздравляет вас. Ну а еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы к нам присоединиться, просто отсканируйте QR-код, который сейчас видите на экране. Ну и еще нам можно писать в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 80 70. Далее прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на воскресенье, 6 марта. Ветер стих. Это самое главное. Температурный режим на том же уровне в дневное время. Вечером небольшое похолодание. Магнитное поле спокойное. Это значит, метеочувствительным ничего не грозит. В изобильном небольшие тучки. А на КМВ облачно с прояснениями. К вечеру на улице станет пасмурно. Ветер слабый. В вечерние часы ожидается понижение температуры с плюса до минуса. В Кисловодске минус 3. В Ессентуках и Железноводске минус 1. На севере и востоке Ставрополье местами пасмурно. А в Нефтекумске и Буденновске облачно с прояснениями. Но следим за скоростью ветра. Обратите внимание. Скорость 7 метров в секунду. На этом у меня все. Увидимся на своем.